Здравствуйте, друзья. Мы сегодня встречаемся в нашей рубрике «Интервью с блогером». Встречаемся сразу с двумя. У нас как бы бонус такой. У нас два глобоблогера или один блогер, а второй сочувствует? У нас один канал, да, но мы вместе. Там и операторы, и ведущие. Хорошо. Давайте начнем с юной дамы. Как зовут? Меня Полина зовут. Полина. А это жених ваш или так просто симпатия? Это жених мой. Так, жениха как зовут? Если это женихом. Да, Дима меня зовут. Полина и Дима. Полина, мама ваша видела когда-нибудь Диму? Конечно. Одобрила? Одобрила. Так, а ваши? Право, можно сказать. Да, конечно. Да мы уже давно, честно говоря, знакомы. Мы до того, как я сделал предложение Полине, мы уже, наверное, три года как минимум были знакомы в России когда жили. Вот. И вот так получилось. Вы москвичи-москвичи или вы откуда-то приехали учиться или вот что у вас за прошлое такое? Ну да, москвичи. Ну я из Подмосковья. Там есть такое Орехово-Зуево. Он мне будет рассказывать, конечно. А Полина из Москвы. А вы где жили-то? Москвичка откуда из Москвы? А, ну я жила в районе Куркино, если вы такое слышали. Это достаточно новый район. Да. Рядом с городом Химки. Ну и считается частью Москвы. Понял, Химки. Все в ту сторону. Хорошо, хорошо. Я, наверное, не дожила. Ну да. Да, да. Ну что же, шикарно. Значит, мы установили как бы прошлые связи, так мы потихоньку исследуем. Учились вы в ГИМО? Да, на экономистов. А в чем смысл? Вот так просто вы мне объясните. Я считал, что, ну как-то вот в наше время в ГИМО учились, чтобы где-нибудь работать за границей, где-то, знаете, в посольский какой-нибудь. А вот экономист, он где потом должен работать? Ой, ну, наверное, в современном мире это где угодно он может работать. Ну да, нам так казалось, когда мы туда поступали, нам так казалось, что экономист, который закончил ГИМО, потом сможет где угодно работать. Потом нам стало казаться по-другому. Да, а знаете, а потом мы поняли, что на самом деле-то мы такие же, как все. Потому что, когда ты выходишь на рынок, там уже никто на твой диплом давно не смотрит, как ты, наверное, смотрели там. А я извиняюсь, а распределение есть какое-то? Сейчас уже нет, нет. Все вот выходят там, независимо, какой институт ты заканчиваешь, выходишь на рынок после, например, бакалавриата и ищешь работу. И работодатель обычно не смотрит, какой институт ты закончил, он смотрит на твой опыт, проходил ли ты практику какую-нибудь там, где ты работал во время учебы. То есть, даже если это был бы, скажем, экономический факультет МГУ, то это тоже не важно, или все-таки есть какие-то попрестижнее? Ну, нет, мне кажется, что сегодня это не важно. Важно именно, что у тебя в голове, что опыт, какой у тебя есть, вот это важно. А то, что у тебя на бумаге написано… А конкурс родителей есть какой-то, когда принимают? Раньше в МГИМО попасть с улицы было нельзя. Для этого нужно было иметь родителей, которые в определенном, как бы, ну, срезе общества находятся. Вот сейчас как? Ну, мы не уверены, но в таком открытом виде этого конкурса нет. Ну, возможно, он как-то завуалирован. Нет, ну, как бы, сейчас может любой поступить, есть и бюджетные места, и платные места, вот, то есть, свободно. Нет, как раньше это было, такого нет. А нет такого, что там подписочку даешь, что если там где-что не так, то сразу сообщишь, там, как-то вот такого нет? Нет. Или там, может быть, аполитично кто высказывается? Ну, конечно, ВУЗ очень политизированный, я скажу, вот, очень. То есть, и преподаватели все, и студенты, очень много политики. Ну, это, наверное, не только у нас в институте, а сейчас вообще в жизни, в России. Преподаватели советские школы или так уже какие-то более современные? Да, разные есть. Ну, в основном, наверное, советские. Да, советские. Советскую экономику преподают. Так, ну-ка, вот, давайте так, по одному, не совещаясь друг с другом. Значит так, юная особа, куда впадает Волга? Сразу говорите. Ой, ой, я очень не люблю такие вопросы. Ну, что такое, что я такого спросил? Я сразу стесняться начинаю, я боюсь что-то. Ой, а я тут одну спросил недавно. Она говорит, Михаил, ну что такое, я инженер, мне такие вещи спрашиваю. А другая, я после этого, я резюме пишу, человек приходит, я начинаю спрашивать. Ну, так, между делом. А другая приходит, я говорю, туда Волга впадает. Она говорит, вы меня вот в прошлый раз спросили, что такое regression testing, потом ругались. Так я вам сейчас вообще ничего не скажу. Ну, вот так вот. Я теперь про Волгу как-то переживать начал. А то народ не знает, куда впадает. Прям вот так стесняются. Ну, хорошо, ладно, бог с ней Волги какая-то. Что нам с нее, правильно? Хорошо. Может, вы знаете про реки иностранные государства? Нет, это точно не знаю. Про американские реки. Куда они впадают? Куда река в Чикаго впадает? В озеро, наверное. А там есть река у вас? Да, река Чикаго. Прямо в озеро туда. Да. В озеро она и впадает. Больше некуда. Да, это река, которая… А, кстати, мы неправильно говорим, что эта река на самом деле она вытекает из озера Мичиган, потому что в начале 20 века они же поменяли течение. Река раньше как правильно впадала в водоем большой, в озеро Мичиган, а теперь она течет обратно. Вы мне напоминаете, знаете, в наше время были такие конференции типа «Юность обличает империализм». Вот. Вы их обличили. Так, все-таки, давайте мы сообразим. Учась в МГИМО, даже на экономическом, предполагается, что вы углубленно изучаете иностранные языки? Да. Да. Это положено. Да, да. Хорошо. Это в первом месте. Как минимум два. Честно говоря, я бы сказала, что сейчас, наверное, МГИМО стал больше языковым вузом. Ну, так вы чего изучали там, с точки зрения языков? Мы изучали… Как первый язык у нас был английский, потом второй язык – это немецкий, третий – испанский. Да. Английский, немецкий, испанский. Ну, и… Ну, в английском, понятно, тут деваться некуда. А немецкий с испанским вы как? Ну, нормально, нормально было. Ну, немецкий мы, честно говоря, потом оставили через два года после начала обучения, потому что мы решили, что, наверное, все-таки стоит уделить больше внимания испанскому языку, потому что мы уже в тот момент начали задуматься о жизни США. Об учебе здесь. Да, об учебе здесь. И как-то вот подумали, что, наверное, нужно предпочтение дать испанскому языку. Ну, да. И мы не успевали все это вместе… Ну, нет, то есть мы успевали, но результат, наверное, не самый эффективный. У нас тут девочка приехала учиться из Германии. Ну, и так она, вроде, хорошая девчонка, симпатичная. И, значит, ну, молодая. И там ей говорят, ой, из Германии, мы тут много знаем по-немецки, говорят. И давай ей там из кинофильмов. Там Фен де Хоу, там что там, Аус Вайс. Ой, Господи. Все будет обгемахт. В общем, страшное дело. Она, бедная, уж не знала, куда дебаться от знания немецкого наших студентов. Ну, ладно, значит, каким образом вы учились-учились, никого не трогали? Закончили, да? Закончили, да. Закончили. И вдруг оказались в Соединенных Штатах по студенческой визе. Чего-то вы изучаете тут. Да, давай я расскажу. Это с правильного места? Да, я начну с правильного места, Михаил, что мы оказались в США благодаря вам, потому что мы смотрели ваш канал, да. Это неожиданно, это очень неожиданно для меня. Не только смотрели ваш канал, а еще были вашими студентами в онлайн-классе. Ой, а в каком? Это где-то было в 2013 году, насколько я помню. Весной. Да, может быть, весной. Весной закончили. Да, весной закончили. У нас еще, помнишь, кто? Марина. Марина. Ивета. Ивета, да. О, мобильные приложения вела Ивета. Да. Как из пулемета. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Информацию подавала быстро. Так подождите, а вы работали консистерами или вы просто так поучились? Вот я работал, я устроился после учебы, работал как бы онлайн, компания находилась, вообще компания штаб-квартира находилась в Америке, но у них было представительство в Москве, и нас было вот в команде четыре человека, мы разрабатывали там мобильные приложения, ну я тестировал, ну там от меня потребовалось намного там глубоких зданий, как потом оказалось, меня взяли, но там уже требовалось чуть ли не знание кода и так далее. То есть мне приходилось там просто ночами сидеть, разбираться в этом всем, но то, чему я научился вот в школе, конечно, это тоже было очень полезно. Ну мы ничего такого не учили, что вот, думаешь, зачем это все там, то есть как бы пригодилось. Да, ну конечно, и интервью я успешно прошел сразу, ну так получилось, что я прям вот первое интервью, которое у меня было, и я и прошел. Вы спрашивали про идеального кандидата, как они себя представляют? Нет, не спрашивали. Нет, я боялся. Вы знаете, я когда-то, когда школа только начиналась, там 20 лет назад с небольшим, у нас все учились по-русски тогда. Тогда по-русски бы никто и не мог. Ну и так, значит, у меня было много, знаете, ассоциаций с разными анекдотами. В частности, был такой вот анекдот, как в Чапаевце там поймали Белого, а он показаний не дает. Ну и Василий Иванович говорит, Петька, а вы ему там, это, иголки под ногти. Он говорит, молчи, говорит Василий Иванович. А к Аленам железо, говорит, да молчи, гад. Он говорит, а носки мои нюхать давали? Он говорит, ты что и Василий Иванович, садись что ли. И вот, значит, такой был детский анекдот. Но у нас было два вопроса, которые надо на интервью задавать. Я им говорил, что если вот вы на интервью пришли, и эти два вопроса не задали, то как бы, что вы ходили вообще-то? И я это называл, вот давали ли вы им нюхать наши носки? То есть, вот когда, это значит, что если ты был на интервью и не спросил вот это, то как бы не давал носки. То есть, как бы сильное средство. Я понял. То есть, вы поработали немножко тестером? Да, поработал тестером, но получалось так у меня, что я одновременно и учился в институте и работал тестером. В общем, это было довольно... Какая была мотивация ваша? То есть, почему вы пошли, будучи студентом, учиться два года назад на тестера, чтобы потом что? Потом я, ну, уже в институте я задумался, что, может быть, куда-то вот, ну, слушая вас, смотря ваше видео, я подумал, что может связать свою жизнь с IT, потому что это очень интересно. Вот. И начал пробовать что-то читать. Я еще в институте интересовался. Это у нас был такой экономический клуб, где я там занимался таким инновационным направлением, то есть, вот всякие IT вот темы и так далее. Это меня очень интересовало. А тут вот тестирование я решил попробовать. И вот получилось, работу нашел. И как-то вот меня повлекло в эту сферу. Вот, в принципе, вот так. А второй студент чего? Не искал работу? Второй студент – это я. Я искала работу. Да. Я ходила на интервью в Mail.ru и вот, я даже им очень понравилась, но они мне сказали, что они могут меня только на фулл-тайм взять, а я никак не могла. То есть, проблема была в том, что было много предложений, но никто не соглашался брать на парт-тайм работу. То есть, работа была, но просто нужно было уже не учиться, а работать. Да. Хорошо. Как давно вы закончили институт? Этим летом. Да, в июне. Этим летом вы закончили. К этому лету вас уже куда-то приняли учиться в США? Да. Да. Мы уже в мае узнали о том, что нас приняли в институт. Конкретно в Дипол университет, который находится в Чикаго. А еще позже мы узнали, что нас также приняли в университет, который в Сиэтле находится. Но вас приняли со стипендии какой-то или вы должны платить за обучение? Нет. К сожалению, для студентов магистратура не предполагается стипендия. Да, там для бакалавриата есть какие-то программы, а для магистров такого? Ну, по крайней мере, в нашем институте такого нет. Так вы сколько должны учиться по времени по этой программе? Ну, дело в том, что так как мы сделали вот этот переход из экономики в программирование, у нас программа магистрская будет немножко дольше длиться, чем она длилась бы для обычных студентов. Примерно по нашим расчетам где-то два с половиной года. Ну, два года. Да, и то это зависит от нас, то есть мы можем сами выбирать, какие курсы мы берем, то есть мы можем брать… Сколько курсов мы берем. Да, то есть мы учимся по четвертям, вот, и мы можем в четверть брать как минимум два каких-то курса, вот, можем брать три, то есть ускорять наш процесс обучения. Можно взять, но другое дело, что будешь ли ты успевать что-то делать. Так, после того, как вы… Вы на мастера учитесь? Да. По-простому. То есть вы учитесь на мастера. После того, как вы учитесь на мастера, вы имеете возможность вот эти там, сколько там, 27 месяцев там работать в США, да? Да, да. Конечно, да. Optional Practical Training, потом его продлить можно. Да, мы на F-визе находимся. А вы можете же, наверное, еще и парт-тайм тоже подрабатывать, пока учитесь? Да. Вот, давай, расскажи. Собственно, что мы и делаем. Так, то есть я как сердце мое чувствовал. Да, да, да. Да, у нас вообще было два варианта. То есть либо мы находим работу на кампусе университета, либо за пределами кампуса. Но если ты ищешь работу за пределами кампуса, то есть условия, то что эта работа должна быть именно по твоему профессиональному направлению. И не больше… И не больше 20 часов. Мы, как иностранные студенты, имеем право работать не более 20 часов в неделю. Во время учебы. Во время учебы, да. Потому что в каникулы можно больше. С 40 часов до 40 часов. Да. Я чувствую, что вы что-то нашли уже там, да? Да, ну вот мы как приехали, мы сразу начали искать работу на кампусе. Мы просто на все возможные вакансии подавали наше резюме. И достаточно долго у нас ничего не получалось. Мы ходили наше резюме дорабатывать. Ну вот Дима пораньше, чем я нашел. Где-то на месяц раньше. Да, да. Я нашел работу где-то в октябре. Но стоит сказать, что у нас институт довольно большой. Это где-то 25 тысяч человек. То есть вообще работы достаточно много для студентов. Вот. И я нашел работу… Я занимаюсь… У нас есть онлайн обучение в институте. Я занимаюсь подготовкой всякого оборудования в аудиториях и отвечаю за качество записей, которые производятся, записей лекций. То есть у нас бы вас называли в советское время лаборант. Да. Да. Можно сказать, да. Вот. Вот я этим занимаюсь. У меня было сначала одно интервью, когда… Ну, обычно там в районе часа интервьюировали. Я думал вообще, что получить работу на кампусе – это будет достаточно легко. Вот. Но оказалось, что это такой процесс настоящий. И конкуренция очень высокая. Да, и конкуренция очень высокая. Очень много студентов хотят работать на кампусе. И вот у меня было сначала одно интервью, когда я пришел и разговаривал непосредственно с моим начальником, начальницей, которая сейчас возглавляет отдел мой. А потом уже у меня было, как называется, тим-интервью. Я знакомился с ребятами, и как бы у меня была возможность посмотреть, в чем заключается работа, и они могли на меня посмотреть и убедиться, что я именно тот человек, который нужен. А это что-нибудь типа 10-12 долларов в час или это поприличнее? Это у меня 12 с половиной долларов в час. Ага. Окей. Так. Значит, а Полина? Полина тоже нашла работу немножко попозже. Я работаю в технической поддержке. Тоже в своем университете в разделе информационных технологий. Ну, эта работа заключается в том, что я принимаю звонки и помогаю людям решать какие-то проблемы. А что за люди-то? Техническая связь. Ну, в основном студенты, преподаватели, сотрудники университета. Да. То есть они нам звонят и говорят, что у меня там не могу куда-то зайти или, не знаю, весь экран. Слушайте, а вот с точки зрения вживания в англоязычную среду. Вы же там функционировать должны на занятиях, на работе и так далее. У вас вот какое отношение, ну, как бы, к тому, как вас научили английского? Думаете, боже, как и здорово, что мы в таком хорошем месте учились. Или думаете, что же они за раз нас не тому учили. Вот какое вот у вас впечатление? Скорее, первое. Ну, то, что вы достаточно хорошо были подготовлены. Ну, я даже не знаю, насколько… Не, ну, я думаю, что, ну, стоит сказать, что английскому у нас в институте хорошо учили. Да, это точно. Это точно, да. С чем не поспорить. Да, тут язык, как бы, нельзя ему говорить, что тут они плохо преподают язык. Тут правда хорошо. Вот. И, то есть, да, вот, языковая все-таки поддержка, вот у нас такой бэкграунд был. Угу. Ну, это большое дело, потому что, когда без языки так и на учебу не попадешь. Но даже если попадешь, так как учиться, я не знаю. Ну да, тем более экзамен же ты сдаешь при поступлении. Да, там внутренний экзамен специально по иностранному языку. Тойфл, да, вот мы сдавали. Подожди, ты про Тойфл? Я про МГИМО говорила. Нет, я про здесь, про магистратуру. А, подожди, подожди. То есть, вы для того, чтобы попасть в МГИМО на экономический, уже должны были сдавать английский? Да, да. О-о-о. Окей. Там не только ЕГЭ нужно было сдавать, еще нужно было сдавать внутренний экзамен, который составляли преподаватели МГИМО. Слушайте, а нет такого МГИМО, вот как тут говорят, что специально что-нибудь на уроках не договаривают, потом какие-то классные консультации, или там что-нибудь там, поборы какие-то такие, там, со студентов поучиться? Да нет, наверное. Ну, такого нет, но многие преподаватели МГИМО подрабатывают репетиторами за большие деньги. Но они при этом не, как сказать, не вынуждают никого? Нет. Конечно, если ты талантливый студент, то тебе не нужно. Ну, говорят, что есть такие, вот я все время слышу какие-то жалобы, что там уже талантливый, не талантливый, значит, там на стол положить, там. Я такие разговоры слышал. Ну, хорошо. Хорошо. Я почти не сомневался, но на всякий случай, там, паузе там что-то. А что стоит учиться вот в этом дюпоне? Диполь. Диполь? Дипол. Дипол. Да. Дипол. Как пишите? Ди-и? Ди-и-п-а-ю-л. А, такой дипол. Это католический священник. Вообще, институт является католическим в плане. Окей, окей. Ну, ладно. Не, ну это он просто католический, как так и называется. Ничего не католический. Но здесь, понятное дело, никаких занятий по религии у нас нет. Он просто был основан как при церкви когда-то, вот. А сейчас он уже является обычным. Нет, ну 20 с лишним тысяч студентов, это громадный университет. Очень большое. Очень много кампусов в Чикаго и даже в пригороде. То есть это частный университет? Да, это не государственный университет. Если это частный университет, то он должен стоить что-нибудь в районе 1050 в год примерно. Ну, мы не знаем сколько в год, как бы мы платим за курс. Опять же, это зависит от того, сколько мы берем курсов. Да, да. И это зависит от программы еще. Понятно. То есть это такое, да, на всю катушку. Хорошо. Ладно. Значит, родители вам что говорят? Говорят, народ, вы там должны так учиться хорошо, там, денежку отрабатывать. Ну, они нам так не говорят. Нет. Но вы чувствуете? Они все-таки рассчитывают, наверное, на то, что мы взрослые люди должны сами понимать, что… Ну, наверное, вы взрослые. Я так чисто внешне не производить такое впечатление, но это как-то маленькие еще. Полина, совсем такая. Как-то в школе учиться. Но ничего. Да. Сейчас очень много таких, 16-30 лет, а такое ощущение, что там лет 19 я вот так часто наблюдаю. Да. Как-то сейчас народ моложе стал. Или, скажем так, процесс взросления замедлился очень сильно. Или так чисто внешне. Я даже не знаю. Деток стали позже рожать. Знаете, поэтому как-то детство продлилось. Ну, хорошо. Значит, вы изучаете компьютер-сайенс. Угу. Сколько вы там? Полгода проучились. Две четверти. Ну, с августа. Ну, с августа. Еще пока три месяца, получается. Четыре уже. Ну, четыре, да. Четыре месяца. Так вы, собственно, еще ничего толком не выучили. Так только. Ну, да. Ну, мы же забыли сказать о том, что мы уже начали до поступления в университет самостоятельно программировать. То есть мы самостоятельно. Сначала я начала с Си, а потом на Джаву перешла. А ты, я не помню, Си учил или нет? Да, я Си учел, потом тоже на Джаву. Так получилось, интересно, что во время вот государственных экзаменов, там вот это все, подготовки к окончанию института в МГИМО, мы одновременно программировали. Нам, конечно, хотелось только программировать и программировать, но, к сожалению… Ну, то есть увлеклись этим чувством. Да, увлеклись. А тут надо экономику сдавать. Так подождите. Все-таки вы просто программировали задачки учебные и решали, или вы какой-то проект реальный делали? Ну, мы задачки именно сами решали, и у нас был такой, можно сказать, супервайзер. У нас была девушка, которая нам как бы направляла нас в процессе обучения. Мы периодически с ней созванивались, да, она нам и задачи какие-то добавила. То есть вы брали онлайновый курс какой-то или что? Ну, не совсем курс, можно сказать, что просто онлайн-репетитор. Репетитор. Да. Это самое лучшее. У лучшего репетитора вообще ничего нет. Да. Здорово, что она нам прям подсказывала, на что лучше обратить внимание. То есть в начале именно. И она сама работает в этой сфере, то есть она уже давно сама программирует на Java. И вот здорово то, что я видела, как она сама любит этот язык. Хорошо, хорошо. Она нас влюбила в программирование. Да, мы тоже влюбились благодаря ей. Так взрослая девушка, или тоже юная очень? Ну, молодая. Да, может быть. Хорошо. Хорошо. Итак, я пытаюсь так логически построить. То есть вы увлекались программированием, потому что вам делать нечего, или у вас был какой-то план, что вы с этим дальше собираетесь делать? Был план. Да. Мы давно уже, наверное, не знаю, на курсе втором, третьем уже думали о том, что мы дальше, наверное, пойдем в сферу программирования. Мы не думали, что мы пойдем, а просто подумали, что было бы здорово, если бы мы пошли. Да, и мы думали о том, что и получить работу можно было бы по этому направлению, и хотелось бы дальше работать в США. То есть мы как-то в этом направлении. То есть вы на канал к нам попали не случайно? Вы сейчас где-то что-то, я вас когда-то замотивировал, но на самом деле это вы интересовались и надыбали наш канал. Так получается? Нет, можно я скажу? На самом деле, вот изначально, как мы на вас попали, это благодаря моему папе, который, кстати, является вашим большим поклонником. Ну, это было в 2012, наверное, году, вот так где-то. Да, и мой папа постоянно, каждый день смотрел и продолжает смотреть ваши видео. И вот он мне как-то потихоньку стал ссылочки отправлять на ваш канал. Вот я тоже очень заинтересовалась. Ну, и как-то сначала просто смотрела ваш канал, потом Диме рассказала про вас и вместе стали смотреть. А потом опять же мой папа сказал, почему бы тебе, Полина, не попробовать вот в школу тестировщиков посмотришь. Ну, я вот помню, тогда у меня уже начались такие переживания по поводу того, что мне очень не нравится то, чем я занимаюсь, но я имею в виду экономика. И я все больше стала задумываться о том, что же я буду делать после окончания университета. И вот тогда мне папа сказал, попробуй, вдруг это как-то поменяет твою жизнь и вот на самом деле поменял. И произошел клип какой-то такой, то есть вам понравилось. Я, знаете, я вот вас слушаю, я, знаете, такая картина зрительная такая, что там МГИМО, заходишь там в туалет и там из каждой кабинки там сидят люди на мобильных устройствах смотрят наш канал. Вот, и так, значит, там, и мой голос со всех сторон там. Ну, хорошо, ладно. Значит, и так. Вы не оцениваете себя. Нет, это и папа, и вообще-то потрясающе. У меня ум более универсальный, я как-то экономикой, у меня тоже получалось с этим. Ну, а тут вот ваш канал появился в нашей жизни, и мы вот ехали на учебу, смотрели вас, а с учебы смотрели тоже, вот, и потом начали просто жить вот этим. Идея появилась, там лампочка зажглась и там понеслось. Ну, хорошо, значит, каким образом вы в блогерах оказались, что произошло и вот как это все? Ну, наверное, да. Ну, мы знали, что все наши родственники очень болезненно переживали и наш отъезд, в особенности бабушки, дедушки. Вот, и мы решили, что, наверное, это будет как-то согревать им души, если мы будем для них видео снимать. Вот изначально мы решили, что для начала будем для них снимать, а потом как пойдем. Это все так начинают думать для родственников, потом как пошло-поехало. Так, а сколько подписчиков у вас? Пока мало. Пока около тридцати там, да. Ага. Так, а видео сколько? Видео у нас как раз много, я уже даже не помню сколько у нас. 40-ка. 40-ка, может. 50-ти там. Больше чем. Так вы с какой чистотой делаете? Ну, каждую неделю мы снимаем что-то. Сначала, когда мы только приехали в США, у нас еще учеба не началась, мы чуть ли не каждый день снимали. У нас, во-первых, поток такой эмоций был, что хотел все снимать, все показывать. И да, потом, когда уже учеба началась, мы, конечно, в основном только по выходным что-то стали снимать. Слушайте, а вот чисто так, ну, на московский как бы класс. Чикаго, Даунтаун особенно. Вот оно какое впечатляющее место? Ну да, очень впечатляет. Да, нам очень нравится. Вы снимаете в Чикаго, Даунтаун? Очень, да. Мы много снимаем. Мы вот сейчас как раз перед Рождеством стараемся где-то появляться в каких-то вот местах. Например, недавно снимали, как пели рождественские песни у нас. Christmas Carols, да. Да, конечно. Это очень интересно. Вот, потом снимали, как елку центральную зажигали в Чикаго. Тоже очень интересно. Вот вообще этот процесс, как искали елку в Чикаго. Ну, именно выбирали, да, как выбирали елку. И вот там мы снимали, как приглашали семью на сцену. И они рассказывали, почему их елку, именно их елку выбрали, чтобы поставить в этом году в центре города. В общем, очень интересно. А холодно сейчас? Как там? Сейчас где-то… Последние два дня холодно. Не, ну сейчас плюс шесть. Вчера было где-то минус три. А вообще декабрь очень теплый. Слушай, так неплохо, слушайте. Да. У нас где-то десять, наверное, градусов держится примерно. А не там даже четырнадцать. Вот я смотрю на погоду в Сан-Франциско. Вот у нас очень похуже. Вот декабрь у нас такой же, как в Сан-Франциско. Там, наверное, ветра такого нет. У нас хороший декабрь. У нас дождики пошли. А то уже не было несколько лет дождей. Обычно зима дождливая. Ну там, ну не вся зима, но два с половиной, три месяца. Скажем, декабрь, январь, февраль – дождливая. А тут что-то по эти несколько лет совсем какие-то ерунда получается. И тут идут дождики. Вот я сижу, у меня там… Значит, я смотрю, небо затянуло. И мы радуемся. Вот дождик пошел, хорошо. Я только что пришел, мы внучку водили на, можно сказать, елку. Тут есть такой театр, называется Театр Ю. И это Театр Ю, значит, такой сделал спектакль. И я, конечно, считаю, что наша там переросла, это все ей восемь лет. И там искренние такие дети, там лет четырех-пяти, они так переживали за пропавшую Снегурочку. И вот эти все квест такой, да, там Снегурочка квест. Но в итоге все кончилось очень политкорректно. То есть они там и Баба Яга с Кощеем, и там всякие котызлы и так далее, они все объединились там. Говорят, нам же тоже праздник, ну раз такое делают, такая американская толерантность. Вот эти все собрались вместе праздновать. А то есть это американская какая-то постановка? Ну это русский театр, русскоязычный. А, русский театр, я просто слышу про Бабу Ягу. Нет, нет, театр русский, дети русские, все по-русски. Значит, для них специально сделали такое представление, в общем. Дети, я намного таких маленьких не видел, как они вот так сопереживают и кричат там, не верь Бабике. В общем, да. Только пришел оттуда и вот, значит, а тут вы. Значит, бывают чудеса, правда? А то же некоторые не верят. В общем, если говорить о погоде, то вот мы разговариваем с нашими друзьями, здесь в Чикаго одна, ну там, на работе у нас друзья есть. Они говорят, что вот эта зима, в общем, аномальная в Чикаго, потому что намного холоднее декабрь, а сейчас вот, ну, практически весь месяц, ну там, пару дней только минусовая температура была. А есть вот этот ветер холоднючий, который прям… Есть, есть. Особенно, знаете, в некоторых каких-то вот точках определенных, мы уже даже знаем, вот там, пойдешь вниз по улице, и вот там точно очень сильный ветер. Значит, между высокими домами вот… Да, в основном между высокими домами. Задувает. Очень бывает. Холодно, прям вот чувствуешь сквозь одежду. Да, я как-то раз вот попал зимой, в районе Нового Года тоже дело было, и, ну, буквально, я не знаю, там, за пару минут меня так протянуло, что я даже, я представить себе не мог, что такое вообще бывает на тебе все-таки. Все-таки мы в снежной стране жили там, более-менее приходилось по-всякому, чтобы вот так это, конечно. Можешь с непривычки, потому что теряешь навыки. Да, точно. Ну, нас все готовят к худшему. Все говорят, что январь, февраль будет просто… Ну, в смысле, что будет намного хуже, чем сейчас, чем декабрь. Ну, нам пока нравится. Мы смотрим, какая погода иногда в Москве, там намного холоднее, здесь… А там нет потепления вот этого всемирного? В Москве, ну, я не знаю, там тоже, по-моему, снега немного, вот, но… Но все равно там есть снег. Да, но все равно здесь вот… Ну, я не знаю, на прошлой неделе было плюс 16 даже, плюс… Ну, я вот читаю сейчас, что вроде бы как ледовитый океан там как-то вот это вдоль перешков-то перестал замерзать. И раньше там навигация была, ледокол ходил, там за ним эти, значит, баржи там везли грузы северянам. А сейчас, как так плывите, вода – чистое пространство, плыви себе, я не хочу. А у нас был ледокол Ленин, атомный, он шел, все фигачил, вся страна знала ледокол Ленин и куда впадает Волга. Это было, как… часть национального достояния. Да. Ну, хорошо, ладно. Вы ледокол Ленин не знаете? Я не знаю. А вообще, кто такой Ленин, знаете? Слышали. Знаем. Знаем. Ну, хорошо. Я тут с одной девочкой беседовал, она Ленина еще знает, а Маркса уже не слыхала. И вот так как-то у нас получилось что-то с Марксом. А у меня все анекдоты-то про Маркса. Ну, вообще, про Ленина меньше. Но все равно смешно. Даже если не знаешь все равно. Это правда, да. Настроение, знаете, настроение веселое. Так, когда вы блог свой ведете и делаете видео? Ну, хорошо, начали вы с родителей, друзей, я понял. Но когда у вас уже 50, когда у вас уже как-то так, ну, вы втягиваетесь в это дело, вы хотите о чем рассказать? Вот. Уже прошли самые первые эмоции, когда все хочется показать. Вот сейчас, вот, с точки зрения полезности. Вот, я сам вот как-то позиционирую себя как полезный канал. То есть, у меня для него будет подурачиться, там, песенок успеть, там, все такое. Но, все-таки, я считаю, что мы полезные. Вот, как полезный канал, о чем? Я бы, наверное… Я попробую ответить. Вот, наверное, сейчас мы в основном снимаем только вот наши какие-то поездки, походы куда-то и просто стараемся передать настроение нашим, людей, которые живут в Америке, как-то вот передать всю эту атмосферу добра, радости. Но, в дальнейшем, просто, если бы у нас было больше подписчиков, то мы бы старались отвечать на вопросы и больше каких-то технических тем затрагивать, наверное. Да. И мы бы хотели рассказывать об учебе, потому что, я знаю, много людей интересуются этим. Очень большая учеба. Да, мы рассказывали тоже, у нас есть видео на канале, как вот я, когда только получил работу, я прям по свежим следам рассказал вот об опыте своем, то есть как… Ну, на кампусе я имею в виду, как это вообще происходит. И, ну, недавно я получил права, вот, тоже рассказал о своем небольшом опыте. Хоть у меня машина… и мне не нужна машина здесь, в Чикаго, то есть здесь хорошо развит общественный транспорт, ну, просто на будущее. Почему? Чтобы не чувствовать себя бесправным. Да. Да, да. И как удостоверение личности тоже иметь. Хорошо, да. А у вас сколько стоит вот этот айди получить? Техническая, это сколько там, десятка? Вообще 30 долларов стоит вот, права именно получить. Но почему-то с меня 20 долларов только. В наше время было 6. Сейчас в Калифорнии. Сейчас, говорят, десятка стоит, я даже не знаю, вот, карточки с фотографией, чтобы получить. Но это может быть State ID, а вот, права может быть, другое? Даже не знаю. Я знаю, что если ты там три раза сдавал, не сдал, надо заново эту денежку заплатить. Может быть. Ну, я с первого раза сдал. Ну, и правильно. Я сдавал первое свое право, получал в Москве. И был декабрь, вот как раз, как сейчас. И было, что-то заледенело все. И мы учились на льду, фактически. То есть, как-то так я тренировался. А потом, когда на дорогу выехал у меня, там где-то, если вы ориентируетесь, вот, есть очень неприятное место для езды. В Москве много таких, но вот, в частности, да, я не… Ну, нет, ну, есть там страшные места, типа Таганки, там, допустим. Если не знаешь, то лучше вообще нельзя заезжать. Но в данном случае это было в районе пятого года восстание, было где-то там. И меня милиционер, он меня поджидал, я пересекался, это большая площадина, я пересекал, и он так смотрел на меня. Вот, и когда я подъехал, он так взял права и посмотрел, и говорит, вы, говорит, имейте в виду, Михаил Петрович, говорит, что многие люди, говорит, остались без автомобиля еще до того, как научились водить, говорит, по-доброму. Знаете, ничего не изменилось до сих пор на Таганке, вот этот перекресток там, где сходятся, там, я не знаю, шесть дорог, наверное, до сих пор такой и остался. Знаете, еще было место для меня очень тяжелое, как начинающего водителя, это Белорусский вокзал. Там, когда вот так вот ты разворачиваешься, к Горького, значит, подходишь, и там было четыре полосы. Вот если вот ты посмотришь на знаки, вот там они висели сверху, там было четыре полосы, а стояли они в шесть линий. И получается, что кому-то прямо, а кто-то уже вот так хочет. И, соответственно, и вот это было очень, потому что ты не знаешь, куда они собираются ехать. И вот это ощущение, что ты стоишь правильным, конфликтовало с тем, что нас шесть, а не четыре, и вот это было очень сложно. Вот вы рассказываете, как будто вы вчера ехали по Москве буквально, потому что ничего не изменилось, в Белорусском вокзале там тоже самое, на Таганке тоже самое. Вот годы идут, а проблемы те же. Ну, я был в Москве вот там в 2003 году, как-то надо было там на пару недель съездить. Я хочу сказать, что водители, они настолько уже привыкли в пробках и как-то вот это все, что они стали спокойнее. И, ну, вот они как-то, в общем, довольно доброжелательного стало. Там люди не ждут выходить из машин, там, переговаривать друг с другом. То есть никто не бегает там с монтировкой, там, и что-то не кричит. А так как-то, в общем, такая товарищеская обстановка на дороге. И мне, например, понравилось. То есть как-то так, ну, не знаю, я был в хорошем расположении от того, что я увидел. Мы просто это каждый день себя ощущали. Да, и у меня папа тоже сейчас все время пишет. Если он мне пишет откуда-то, значит, он вправо стоит. Знаете, что у нас сейчас вот тут, я знаю, как Чикаго, но вот в Кремниевой долине за последние, может быть, ну, два-три года, да, но последний год, может быть, полгода, настолько стало много автомобилей, что, ну, вот, и это связано с ростом стоимости аренды жилья. Да, и Сан-Франциско по аренде жилья и по стоимости уже сравнялся с Манхэттеном, а в каких-то категориях уже побил Манхэттен. Понимаете, и так много людей приезжает на работу, очень много рабочих мест, войти, они же хорошо зарабатывают. И, значит, каждый год там десятки тысяч по рабочим визам, да, представляете, вот что, половина из них вот тут, а дальше родственники приезжают, бабушки, дедушки там из Бангалора с внуками сидеть. То есть просто, у меня жена в магазин овощной, куда мы обычно ходим, ну, тут, я не знаю, пять минут на машине. Так она в течение дня два раза подъезжала и не смогла запарковаться и уехала. То есть она сначала хотела, не получилось, она просто по другим делам, на обратном пути думает, ну, сейчас зайду. И не было парка, такого не было никогда. Понимаете, и вот так странно стало. Ну, в Чикаго тоже проблема есть с пробками, но мы, слава богу, пересели на общественный транспорт после Москвы, потому что в Москве там приходилось на машине иногда ездить, вот, а здесь только общественный транспорт. И здесь очень хорошо развит общественный транспорт, то есть можно на автобусе, на метро доехать куда угодно в городе. Ну, достаточно дорого, я бы сказала. Ну, да, но у нас получается так, что у нас, вот когда мы платим за обучение, у нас еще в оплату входит и проездной на общественный транспорт полностью на период обучения. Только в каникулы они нам не оплачивают, вот мы уже целый месяц. Ну, не месяц у нас, получается, в декабре у нас каникулы, вот сейчас. Ну, в это время мы работаем, мы можем поработать сейчас до сорока часов, вот мы как раз работаем. Да, и у нас вот в это время, получается, не оплачивают. Подождите, а вот то, что вы подрабатываете, это вы просто пытаетесь как-то родителям немножко понизить уровень, так сказать, напряга, или вы просто на карманные какие-то свои расходы зарабатываете? Ну, на карманные, да, то есть вот мы… Да, нам даже хватает и за квартиру платить. Ну, да, то есть вот какие-то такие вещи, ну там продукты купить. На продукты, в основном продукты, если что-то из одежды нужно, мы вот на эти. А вас не останавливают где-то на улице там с вопросом, скажите, пожалуйста, а вы муж и жена или брать и сестра? Вас так не спрашивают. Нет. Нет, не спрашивают, только спрашивают Полину, что признают ей, что она 16 лет только. Да, да. Вот. Да. У меня есть история веселая, то есть у нас была девочка Маша из Киева. Ей было, ну, ей был 21 год, она закончила майорстик по журналисту. Ну, и вот к нам попала. А на Литии было… Ну, вот я говорю вам лет 16, она говорит, все говорят 14. Сказала Маше вонизу. И вот она однажды, значит, там уже пошла на интервью ходить, там все дела. И дело было на кухоньке, у нас там в школе есть такая маленькая кухонька, где студенты, там, преподаватели. И в это время, значит, София, моя заместительница, Софии, ну там, допустим, там 63 года, а Маше там 22-21 года. И София ест, значит, куреную ножку. А Маша, она так стоит у стеночки и так, знаете, вот так она стоит. Вот так. И она говорит, ну что это такое? Она говорит, ну вот идешь на интервью и тебе говорят, ну сколько тебе лет девочка? Ну так она… Так. Ну и, значит, она совершенно очаровательный ребенок. И София так говорит, говорит, так будет не всегда. А потом он говорит, вот меня. Уже никто не спрашивает. Да. Поэтому Полина… Ну я не знаю, я иногда вот расстраиваюсь, мне кажется. Да, и вот Полина спрашивает, ну удивляется, когда она говорит, что она учится в магистратуре, что она graduate student. Вот. Очень удивляется. Потому что в первый раз, когда меня встречают, в основном со мной как с ребенком вообще. А вот скажите такую вещь. Вы, например, будучи студенткой там ГИМО, вы на себя много должны были вот косметики там положить, чтобы пойти на занятия? Ой… Давайте всю правду. Я сейчас думаю, как правильно ответить. Ну, во-первых, я лично о себе вот отвечаю, поэтому скажу, что я в принципе много косметики не использую. Вот. И ничего не изменилось. Когда я поступила в МГИМО, я все так же использовала мало косметики. Так. А вот… А если сравнить вот, скажем так, допустим, студентка там Московского вуза и студентка вот Чикагского вуза, средняя. Они вот в смысле косметики как? Ой, это я могу сравнить. Я даже не только в смысле косметики, а в том, как они одеваются. Ну, в МГИМО очень много было девушек, которые одевались… Как это правильно сказать? Ну, модно, наверное. Модно, очень стильно и богато, я бы сказала. Здесь девушки все довольно скромно одеваются. Ну, как-то одинаковы даже, но очень по-простому. Вот. То есть здесь они особо не заморачиваются насчет своей внешности. Ну, тем не менее, я скажу, что большинство выглядят очень аккуратно, опрятно и при приятном выглядят девушки. Я не знаю. Мне гораздо приятнее на них смотреть, чем на девушек. Свобода чувствуется. И я себя лично комфортнее ощущаю в своей среде, потому что раньше, наверное, я не очень комфортнее. У меня много девочек молоденьких, но вы, может быть, даже очень молоденькая для нашего контингента. У нас в основном все-таки девчонки, скажем, лет двадцать пять, двадцать шесть, двадцать восемь. Такие. И они уже пожили в Америке, и, соответственно, они не очень пользуются косметикой. То есть они уже как-то вошли в американский такой вот. Но все равно. Вот они не могут уж совсем так уж ничего. Ну, да. Красивые. Очень-очень симпатичные наши девушки. Ну, мы это заметили, когда еще приезжали в Америку просто посмотреть, как туристы. Мы это заметили, что именно вот такое, что свобода именно в одежде, в внешнем виде у американцев присутствует. Это везде видно. Да, даже в Нью-Йорке, где ты думаешь, на Манхэттене, где там любят тоже люди разодеться. Ну, все равно там в основном люди одеваются свободно. Главное, чтобы было удобно. Да, это очень. Ну, хорошо. А вот эти студенты, которые американские в Чикаго, они не политизированы? Они вообще не интересуются? Или интересуются, но как бы для них это личного интереса не представляют? То есть они как абстрактно интересуются? Давай я отвечу. Да. У меня на работе очень много тоже иностранных студентов. И вот нас интересует только, что там происходит с иммиграционными вещами. Вот, например, то, что ОПИТи там хотят увеличить вот количество времени, которое ты можешь находиться после окончания учебы. Вот нас политика интересует, ну, большинство студентов, политика интересует именно иностранных. Вот в этом ключе. И, конечно же, интересуют какие-то там в плане, ну, сейчас дебаты идут, там, что говорят там разные. Только кандидаты в президенты. Да, что говорят разные кандидаты, именно чтобы они там не собираются выгнать всех студентов. А вам интересно вообще так на цирк этот смотреть? Ну, как бы, ну, это же там шоу настоящее. То есть республиканцы так залудили, там, просто вся страна ходит смотреть, как там комедиклаб какой-то. Ну, нам интересно, да. Мы смотрим с удовольствием. Мы это используем как возможность приобщиться к американской культуре. Знаете, вот идешь по улице в Чикаго, так заглядываешь в окно, а там телевизор работает, и дебаты идут. То есть люди видно очень много, кто интересуется вот это все. Ну, ладно, но не преувеличиваешь прям так вот. Мы в одном окне увидели, а ты говоришь. Ну, вот ты тоже говоришь, вот входишь на кухню, вот у Полины есть на работе, там тоже кухня. Ну, это было пару раз. Да, и там вот обсуждают тоже люди, вот дебаты, там Трампа обсуждают. А у меня вот, смотрите, вот у меня есть камера, и, значит, тут у меня жена Валкра приклеила, видите, с двух сторон. А это микрофон. Ага. И, значит, вот это Валкра, и вот оно так, на него искусственный мех вот сюда. Сейчас я вам покажу. Вот так. И получается, что когда ветер дует, то вообще никакого, знаете, нет влияния. Действительно, звук, вот я говорю, слышно, а ветер вообще напрочь снимает, кусочек искусственного меха. И я вот… Не знаю, о чем вы сейчас скажете. Да, я снимал тут недавно, и ко мне подходит в Санта-Круз там мужик и говорит, слушай, а что это? Я говорю, это вот от ветра. Он говорит, а-а-а, я думал, ты Трампа пародируешь. Да, точно. Я где-то рассказывал уже, по-моему, да, хохмачку. Но так неожиданно, знаете, вот Трамп какая-то. Знаете, вот Михаил, мы, конечно, с Димой немножко поражены насчет Трампа. Мы уверены все-таки, почему он настолько популярен. Вот мы хотим понять это. Вот американцы тоже так прикалываются? Или они серьезно? Я вам отвечу. Я вам отвечу. Значит, он популярен среди очень узкой группы людей. То есть вот на самом деле сегодня, вот на сегодня, мы видим активистов той или иной партии. Актив. Люди, которые голосуют за ту или иную партию, это может быть там их 100-200 раз больше, чем этого актива. Под весь какой-то актив. Значит, это простые люди в данном случае. Простые люди такие, ну вот у них просто все, у них вот это так, а это так, а это так. А когда обещали и не сделали, они обманули. Причем кандидаты же, они вынуждены говорить, что они сделают. Заранее знаешь, что они делать не будут, это же, ну как же, понятно. Но ты не можешь этому не сказать, потому что это нужно сказать. Потому что другие скажут, а ты нет, ты пролетишь там и так. Поэтому, значит, что получается, им надоело, им надоели вот эти игры, им надоели люди, которые говорят одно, делают другое. Они устали от них, понимаете. Они постоянно что-то обещают, причем серьезные вещи уже пошли. Игра пошла очень серьезно, скажем, здравоохранение, это же существенный вопрос. Ничего не делается. Уже сколько они там ходят и его камер машут? Уже большинство в двух палатах ничего не делается. Поэтому простой народ такой, который с забаранкой, или с молотком, или с лопатой, они говорят, достали. Политики достали. Нет веры политикам. Политиков-то ведь нет. Политиканы же, это неважно из какой партии, политиков не осталось. Остались политиканы какие-то. Но есть как бы политиканы, полированные такие, знаете, с класса какого-то. А есть вот такие совсем, я не знаю, ассахи. И вот получается такая история, чем им Трамп импонирует. Да неважно, что он там сказал. Они верят, что он что сказал, то сделал. И чем больше он говорит вот этого политикали incorrect, всякого такого, что в этой стране нельзя так сказать. Нельзя закрыть доступ, закрыть въезд всем мусульманам в страну. Это безумие, невероятно. У нас миллионы граждан мусульман. Миллионы. Это что, он теперь жениться не может? Или он что не может? Родственников привезти. Это ерунда полная. Понимаете? То есть есть спецслужбы, пусть работают. Но не так же вот. И он там много чего говорил. Но они смотрят на него и говорят, понятно, что чушь собачья. Но он хотя бы не врет. Это та же популярность, которую, я думаю, имел вот у нас Шварценеггер. Тоже достали. Вот эти вот губернаторы калифорнийские просто достали. И один, я не знаю, клейм оставить негде. И тут приходит Шварценеггер, который, в общем-то, со своими бабками, он не замарался нигде. Он не должен отрабатывать деньги, которые ему кто-то дал. Вот он говорит, я это сделаю. Давай. Его любили. Почему? Потому что он не ангажированный и он не обманывает. Он вот чего думает, он мог себе позволить. Поэтому вот у республиканцев сегодня, у простых людей, у них такое ощущение, что вот этот парень, он что говорит, то и сделает. Хотя мы знаем, что он не обманет. А он шутгороховый. Да. Понимаете? Он, господи, но я не знаю. Если каким-то образом вдруг окажется, что он станет кандидатом в президенты от республиканцев, в этот момент закончится избирательная кампания. Потому что на национальном уровне абсолютно никаких шансов у него нет. Это просто клоунада какая-то. На деньги. На деньги. Но это говорит о том, что кризис системы. Понимаете? Кризис системы. Да. Поэтому, когда был Советский Союз, все просто было. Понимаете? Были два враждебных лагеря. А с тех пор, как Советский Союз развалился, получается, что вот ушла необходимость держать себя в руках каких-то, в рамках каких-то. Нет больше рамок. Не с кем соревноваться. И все начало изнутри. И пошли такие вещи, которых раньше даже представить себе было нельзя. Чтобы президента страны... Вот я вспоминаю историю с Клинтоном. Ну, может, вы маленькие были. Когда там с этой Моникой Левинским. Когда там публично, значит, описывают, куда он ей там сигару вставлял. Да? И это все публично. Президента страны. У них у всех любовницы были. У Рузвельта. Там я и у Кеннеди. У всех. Но чтобы президента страны публично вот так потрошить, такого не было. Во время холодной войны это было немыслимо. Это было ослабление государства перед лицом внешней угрозы. Сейчас, пожалуйста. Вот. Поэтому какой-то кризис системы. Она его переживает. Это неплохо. Потому что если система не будет переживать кризис, она не будет меняться под новое условие. Поэтому ладно, неплохо. Пусть будет кризис. Пусть он далеко не зайдет только кризису. Ну вообще стоит сказать, что нам очень нравится читать, следить за политическими, экономическими новостями в США. Потому что это сильно отличается от того, что мы читали и чем мы жили в России. Это намного интереснее, потому что здесь столько, ну такая интрига. Но не так забавно. Борьба. 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 Прикольно. Прикольно. Да. Вы, может быть, скажете что-то такое людям, которые обеспокоены вопросом, что антироссийская пропаганда. Еще один аспект вот этого, который, может быть, вы затронете. Часто говорят так. Вот там сейчас сильно работает пропаганда. Зомбирует людей, навязывает антиамериканский какой-то стандарт и так далее. И в ответ говорят, ладно вам, во всех странах пропаганда, Америка то же самое. В общем, и там пропаганда, и там пропаганда. Нечего из нас делать, что у нас пропаганда. Вот в этом ключе. Вот как-то вы свеженькие, вы можете сравнить как-то. Я абсолютно не боюсь об этом говорить. То, что в России есть пропаганда, это очевидно. Это вы не мне говорите. Вот вы сравните. С американской вот вы сравните. Здесь что за пропаганда? И как она сравнивается с той? Никакой пропаганды нет. Абсолютно никакой пропаганды. И, ну то есть, нас часто спрашивают, откуда вы. Потому что, наверное, понимают по произношению, что мы и не местные. И вот, когда мы говорим, что мы из России, это просто вот абсолютно точно какой-то поток искреннего, не знаю, искреннего интереса, я не знаю, радости. То есть, люди действительно, им очень интересно. Они начинают какие-то вопросы задавать. Там, а из какого города, там, ой, а какая у вас погода, ой, я вот хочу вот это посмотреть. А потом оказывается, что какая-нибудь их дальняя родственница или жена тоже из России. Не обязательно. Да, бабушка из Одессы. Не обязательно, конечно, но, то есть, я даже не представляю, вот, чтобы мы кого-то встретили и кто-то как-то вот отреагировал, там, отрицательно, негативно, такого вообще никогда не было. На уровне людей, вот, отношение между людьми это никогда не переходило. Даже если это было где-то в воздухе металла, то… В Америке нет. В Америке нет. В России я могу просто, у меня пальцев не хватит, чтобы привести в пример, сколько раз я это встречала. Я однажды ко врачу пошла, и он мне там такие вещи про Америку наговорил, когда узнал, что я вот уезжаю в Америку. Я, когда был в 2005 году в Москве, ну, это было вот через пару лет после 11 сентября, когда вот все эти события были. И в такси мы со Светой ехали, не помню там куда чего, но вот там остановили такси, сели и поехали. И так, водитель этот, что-то слово за слово, и когда до него дошло, что мы из Америки, он говорит, хорошо, в Бахове, говорит, там, я говорю, что на тебе думал. Он говорит, ну, вот, говорит, там, башни, близнецы, там, самолеты. Да, то есть он не то, что своим, там, которые собираются ехать, а он мне, вот там, иностранцу, там, клиент, который деньги платит за работу. То есть, как бы, вот они так чувствовали? Они так чувствовали, они так чувствуют. Это, я считаю, что, взглянувшему, это телевизор, который, как бы, является главным источником жизни сегодня в России. Да, это точно. Не интернет? Нет. Ну, и интернет тоже. Ну, на втором месте. Но, понимаете, свобода в интернете есть сейчас. Вот люди могут выбирать, что читать, что смотреть в интернете, они могут читать и информацию с разных источников. Но здесь, понимаете, парадокс такой, что люди все равно имеют огромную свободу в выборе источников информации. Они все равно читают именно то, что и смотрят. То, что они хотят слышать, то, что они хотят. Это делает народ совершенно непобедимым. Да. Из него не отвлечешься. Не отвлечешься. Хорошо. Знаете, что, был такой анекдот в советское время. Они спрашивают, там, американцы, вот там, если тебе надо ехать на работу, вот на чем ты поедешь? Он говорит, ну, там, я не знаю, на машине. А это в Чикаго. Он говорит, на самолете. Ну, это какие-то виды транспорта. Там, француз. То же самое. Потом до советского человека доходят. Он говорит, ну, вот ты, если надо будет там, я не знаю, в отпуск. Он говорит, ну, в отпуск, на самолете поедешь, на поезде поедешь. Я спросил, говорит, а если на работу? Он говорит, ну, на трамвай сяду. Он говорит, а если за границу? Он говорит, а зачем мне за границу? Чего ли? Ну, за границу? Я такой, ну, подожди, ну, вот… Как я сам за границу. Мне там… Нет, да мне не надо за границу. Тихо, ну, бывает, что надо. Ну, если надо, then I got dropped. Сейчас у людей возможности поехать за границу, большинство как и не было, так и сейчас еще больше людей нет такой возможности. Но в Москве же это массово людей? Там ездили в отпуск куда-то? Раньше, да, а сейчас, я думаю, что намного меньше, потому что все-таки из-за экономической ситуации, раньше же главным направлением было Турция и Египет, а сейчас эти закрытые направления для россиян. Слушайте, а вот я так смотрю с удивлением, Таиланд какой-нибудь, е-мое там через весь мир нормально, то есть вот народ летает, так им не говорят, что долго лететь, там что ноги затекают, нет? Нет, нет. Такие направления остались, но нужно понимать, что вообще в стране, там, имеют загранпаспорта, люди где-то, наверное, ну не знаю, процентов 10, не больше. Его? Ну да, может, может 15. Это откуда? Ну, я читал об этом, то что такая статистика есть, то есть вообще, ну то есть, если у человека есть загранпаспорт, значит, либо он ездил, либо у него намерение. Вот, ну, понятное дело, что это очень маленький процент. Ну, потом в Таиланде это дорого очень. Ну да, тем более сегодня. Подождите, но если я лечу в страну, в которой безвизовые же, какие у нас есть безвизовые там, Израиль безвизовый? Да. Хорошо, вот я лечу в Израиле, мне все равно иностранный паспорт нужен, я с российским не могу? Нет, не может. По-моему, только с Белоруссией и с Казахстаном вы можете по-российскому паспорт. Конечно, даже на штампы просто. Я знаете, что думаю, сейчас вот там, глядишь, через полгода, там, в пределах полугода Украины будет безвизовый режим, в Евросоюз. И сейчас выяснилось, что половина россиян-украинский паспорт. Ну, это, кстати, да. Удобная вещь такая получается. Надо будет многим поменять как-то себе. Многие же из Украины переехали в Россию с паспортами с украинскими. Они же не обязательно отказываются. Ну, что же, хорошо. А я у Свети говорю, смотри, ты же у меня в Киеве родилась, да? То есть, если бы что, так я мог бы тогда через тебя получить. Потом у меня вот родители, у меня там родились на Украине, даже есть в среде рождение их остались. Вот, я, может, я тоже мог бы, если, не дай бог, что-то. Вот так вот. Да. Интересно, интересно, мир развивается. Столько всего неожиданного и цены на нефть. Правда? Кто мог подумать? Да. Вообще. Да. И этот самолет, сбитый турками, немыслимо. То есть, не укладывается ни в какие... То есть, как вот... Ну, то есть, бывает все, что угодно, но чтобы вот... Как бы, когда хорошие отношения вроде и вот вдруг. Понимаете? На один день еще и Эрдоган и Путин так похожи друг на друга. Да. Самое главное, какие последствия всего этого. Ну, то есть, я понимаю, что каждому из них надо было показать, что они там крутые пацаны. Выглядит так. Мы не знаем, что за кулисами этого всего. Мы, может быть, никогда не узнали. Но просто... Ну, как это вот так может вдруг? Ну, я не знаю. Поэтому мы живем в прикольном мире. Знаете, как вот этот Джокер такой раз, вытащил карту. Бах! А там, говорят, вы потеряли 10 тысяч. Я там, раз, выиграешь в лотерее. Вот каждый раз, каждое утро просыпаешься и тянешь карту с экрана. Там, новостной лет. Ты думаешь, ну-ка, что сегодня у нас? Да. Да, иногда... Каждый день что-то интересное. Да, страшные какие-то новости приходят из разных мест. И вот часто тоже читаем о безопасности. Ну, сейчас в Америке это одна из главных тем. Вот так обсуждаем тоже... Наш знакомый, например, который с нами учится в институте. Он дальше думает, например, в Канаду ехать. Я его спросил, а почему в Канаду? Он говорит, ну, там поспокойнее, там меньше стреляет. Да. Вот такие настроения. Знаете что? Вот я ходил по Торонто какое-то время назад. Поехали на день рождения к подружке, там жили в школе. Знаете, что меня потрясло? Вот по городу невероятное количество людей в платках, там женщины ходят. Ну, допустим, существенно больше, чем, например, в Мунхине, там турки и так далее. Много. И мужики такие, знаете, в тюрбанах, с бородищами такими. То есть, вот если бы мне сказали, вот по внешнему виду, кто это мог бы быть? Я бы сказал, это какой-нибудь арканский душман. Вот чисто внешний такой образ. Вот он стоит. Много. И посредине улицы, ну, там на тротуаре стоит, значит, такой ларек. И там написано фрикар, а вот они его раздают там и так далее. У меня абсолютно не было ощущения какой-то безопасности там. Я даже не знаю. В Торонто точно не было. Ну, вот почему-то так многие считают. Ну, там, может быть, нет свободной продажи оружия, поэтому, может быть, там по психической линии люди меньше стреляют. В бытовом. Меньше огнестрельные бытовухи. Но преступник, он же из другой категории. Преступника оружия есть. Или вот как вот эти в Бостоне, да, они там сварганили самодельную бомбу там. И вообще без ничего. Если там несколько человек погибли, там сколько-то покалечено. То есть, когда желание есть что-то сделать, сейчас в интернете вся информация есть. Тут можно ничего угодно рвануть. Поэтому, я даже не знаю. То есть, бытового. Бытовое огнестрельщина там, наверное, меньше. Именно бытовухи. А с точки зрения всего остального, я даже не знаю. Ну, сейчас, да, границы-то открыты. Я думаю, что от границ независимо не зависит, где ты находишься. Ну, да. В общем, я думаю, что просто какие-то новые угрозы, даже не угрозы, челленджи такие, да, новые вызовы времени возникают. И в каждой эпохе, в каждом времени общество должно как-то научиться реагировать вот на эти вызовы, на эти вызовы, на эти вызовы. И, конечно, уходить обратно в каменный век или там феатализм. Такого выбора нет. Поэтому должен быть найден какой-то цивилизованный выход. Но в основном, конечно, я думаю, все эти вещи должны решиться внутри исламского мира. Они должны внутри себя определиться, на каком они свете живут. То есть, они оказались внезапно на таком маленьком пространстве, раньше они жили в своем мире. Их там никто не трогал. А сейчас они оказались вот тут бах, вот тут тебе порнуха, здесь тебе, значит, там, я не знаю, свергают кого-то, тут диктаторы, тут еще что-то, тут Советский Союз с Афганистаном, Америка с Ираком. И пошло, и поехало. И поэтому им надо в первую очередь научиться жить в современном мире. То есть, они должны для себя что-то такое усечь, потому что иначе это к чему-то такому катастрофическому движется. Поэтому, что тут скажешь, не знаю. Интересно жить, правда? Еще мы живем, говорят, в Чикаго криминальный город. Да. Но мы вообще, мы себе-то это не ощущаем. Да, это где-то иногда там на юге стреляют. Что это за песня была там? Пивка бы, пивка бы, пивка бы, пивка бы, пивка бы холодно во мне. А там за стеной у Чикаго не город, а сущий вертеп. Не слышали? Не слышали? Ну, может быть, я еще молод. Это лет, не знаю, лет пятнадцать назад. Какая-то крупная. Да. Москва знаменита как финансовый центр, а вот Чикаго как криминальный город. Да. Чикаго кардинально изменился за последние лет, там, двадцать-тридцать, потому что там подостроили много. Да. И экономический. Вот на недвижимость тоже сейчас очень много строится. В городе просто бум строительный. И IT тоже развивается здесь просто глобальными темпами. Если бы меня вот спросили, иногда спрашивают, вот, допустим, одно единственное место в США, где, скажем, легче всего найти работу нашему выпускнику тестов. Я бы сказал, на первом месте Чикаго. Да. Почти то же самое, ну, совсем, очень близко. Это был бы Нью-Йорк, Нью-Черси, вот там. Вот. Но Чикаго – это просто невероятный ребят. Здесь, знаете, очень много местных каких-то стартапов. Даже можно увидеть рекламу в метро. Там какие-то именно такие локальные вещи, какие-то, не знаю, продажи там, не знаю, стартапы по продаже одежды именно для Чикаго. То есть видно, что компании начинают только развиваться вот здесь, локально, в Чикаго. И дальше уже планируют как-то по США строить свой бизнес. Насколько я помню, YouTube. Основатель YouTube, паренек, он был как раз в Чикаго. Университет закончил. И вот он был оттуда. То есть потом их там Google прикупил и так далее. Но изначально это как чикагская инициатива. Вот Google недавно расширил офис. Здесь даже огромное здание себе построил. То есть видно, что они на Чикаго рассчитывают так, что город будет развиваться. Ну конечно, они не могут ограничиваться каким-то одним пятачком. Посмотрите на Microsoft. Они вообще по всему миру. У них там, я не знаю, сколько их там. Я помню время, когда было 60 тысяч сотрудников. Я думаю, сейчас больше гораздо. То есть они вынуждены, они должны расти. Конечно, такие масштабы глобальные. Что им до нас, простых блогеров и наших нужных повседневных. Мы хотим запечатлеть вот этот вокруг развивающийся мир, который движется. Вчера у нас в гостях был стартапер. Ну не стартапер, а предприниматель из Киев. Он такой, как бы. Больше в Америке времени промоет, чем там. И вот у него проект, где видео можно смотреть в штучном. Как бы поштучно. Это платный контент. То есть, допустим, у вас есть что-то рассказать. И вы хотите за это взять деньги. Значит, во-первых, его нельзя скопировать. Потому что на YouTube можно любое видео скопировать. Значит, там скопировать нельзя. И 90 секунд посмотрите бесплатно. Чтобы понять. А у вас есть аккаунт. Там в нем кошелек. Там десятка лежит. Вот как на Skype про телефонные звонки. Там лежит что-то. И вы смотрите. Вот видео стоит 10 долларов. 90 секунд бесплатно. Если вы продолжаете смотреть. Значит, начинает потихонечку капать. Вы можете через 3 минуты бросить его. И, значит, взяли с вас 5 центов. А досмотрели до конца. Значит, взяли столько, сколько он стоит. И так далее. Вот эта вот идея интересная была. Вот мы с ним там трепались полдня вчера. И я все думал, что ж такое можно вот так вот поставить. Потому что у меня-то все видео бесплатные. Я-то рад, чтобы их так посмотрели. Но с другой стороны профессионал всякие адвокаты, например. Чтобы не повторять сто раз одно и то же. Платная консультация, допустим, там 250 долларов. А он то же самое и расскажет. Ну послушай его за 35. Вообще вот видеоблогерство – это такой, не знаю, такой популярный вид сферы, сферы информации, передачи сферы информации. Сейчас всякие эти стриминговые сервисы развиваются. Да. Телевидение в Америке вот это стриминговое. Очень люди. Ну потому что это доступно, это понятно. Интересно. Да. И ты сразу, получается, видишь, слышишь. И все, что нужно. И не нужно далеко идти. А вы на что снимаете? На телефончик или у вас камера? Или как вы? У нас камера. У нас такой маленький Canon N2. Такого влажного. Ну, почти, да. Если хотите, могу показать. Не-не, ну я так, примерно такого. Вот видите, есть камера побольше. Нет, у нас прям маленький-маленький вот такой вот квадратненький фотоаппарат. И вот на него мы снимаем. У нас проблема в том, что очень со звуком. Ну, примерно так. Ну, потолще только, да. Со звуком там только очень плохо. Потому что нет возможности микрофон процедить. То есть это не видеокамера, а фотоаппарат? Да, фотоаппарат. Ну, она, в принципе, заточена под видео. Снимает в Full HD видео. Да. Хорошо. Ну, может быть, дальше будем развиваться, будем смотреть. У меня камер много, а все равно одно видео только одно снимаешь. Можно 3D сделать. С разных ракурсов. Ну, да. Я вот сижу, знаете, вот я сижу за столом. У меня там две камеры, у меня сотовые. Я специально Windows Phone беру, там хороший камер. Вот. И этот самый у меня GoPro. Вот видите, этот самый селфи-палка. А, да, у нас такая есть. В общем, ужас вот так вот подумать. Жизнь. Да, приходится в жилетках ходить по карману, по карману. Батарейки, дискеты, камеры, все это. Потом не найдешь ничего. Ну, а вот проблема с батарейками. Пока как-то технологический мир не придумал хорошую маленькую батарейку, чтобы она долго держала. Но мы с собой зарядку переносную носим. Вы знаете что, в GoPro, я считаю, неплохая батарея. То есть, она там практически никакого размера в ней нет. Она очень маленькая. И если GoPro без экранчика идет, просто вот в чистом виде, то она может, я думаю, часа, наверное, на 3 даже ее хватит снимать. В HD, там, со всеми делами. То есть, если они так плохо. Ну, да. Батарейки совершенствуются. Сейчас, вообще, такой прорыв в этом деле. Страшное дело. Да. Машины на батарейках. Ну, хорошо. Ладно. Какие-то, давайте, на последок, планы у вас какие-то творческие есть? Творческие? Ну, вообще какие-нибудь планы. Есть. Поговорить об учебе. Рассказать о том, как правильно искать жилье в Чикаго. Именно в аренду. Да, потому что… Потому что у нас хороший такой опыт. Да. Мы думали, что это пройдет очень легко, этот процесс. Оказалось, что совсем нет. У нас усложнется. И мы очень много интересных фактов узнали, пока вот разбираемся. Что-нибудь типа «Как выйти замуж за американца?» Например. Или, например, «Как строить отношения с молодым человеком?» «Как ухаживать за девушкой?» Вот там такого нет. Ну, это мы не специально там. Нет. Тут меня на Фейсбуке в какую-то группу записали. Все время какую-то группу тебя вставляют. Я отписываюсь, когда вижу. И там какая-то группа, что-то про любовь у них там. Я не знаю. Про любовь. И, значит, я в процессе удаления туда зашел. Значит, и там такой экран. И там написано там типа там… «Крутой мужик, значит, это не тот, который много там их перепробовал, а который от многих отказался ради одной». Вот. И там, да, и какой-то человек-то пишет. Я, говорит, думал, что эта женщина должна отказываться к этому. А мужик? Ну, значит, какая-то дискуссия там развернулась у них. Но как-то красивая фраза была. Я думал, что там вопросы, где и брака. Нет. Но мы все-таки хотим передать настроение, которое мы ощущаем здесь, передвигаясь по улицам. Там Чикаго. А интервью с другими студентами, может быть? Да. Может быть. Вот. Может быть с иностранными даже. Да. Ну, мы вот российских студентов не встречали. Ну, русскоговорящих. Ну, мы как-то стараемся. Да. Но мы и не искали. Если бомжа русского найдете где-нибудь, это будет хит интернета, потому что все хотят видеть русских бомжей, и что-то не получается. Да. Да. Нет. Нет. Вот. Ну, может быть с иностранными студентами запишем. Был такой анекдот, как у православного храма. Сидят, значит, два человека, милость у него просит, подаяние просит. Значит, один такой замотанный там под палестинца, а другой еврей такой в гермолочке сидит. Ну, и палестинцу подают, а евреи говорят. Ну, и бабушка сердобольная говорит еврею, говорит, Хаим, говорит, ну, что ты тут сидишь? Ты в десятии синагоги, так тебе там, может быть, подадут. Ну, что ты? Он говорит, спасибо, бабушка, спасибо, ничего, я посижу. Ну, она уходит. Он этого палестинца спихает и говорит, слышь, Абрам, она нас будет учить, как делать бизнес. В общем, там ищите русских бомжей, может, там кто-то бизнес делает, я не знаю. Почему-то большой запрос такой, спрос – покажите людей, у которых жизнь не удалась. Да. Говорят, вот покажите, кому плохо, а то вот вы не показываете объективную картину, получается, что всем хорошо. Так они, наверное, уже не в Америке, если у них все плохо, нет? Нет, есть такие, которые тут, никуда не уезжают. Им так плохо, что они не хотят уезжать. Они не настолько хотят уезжать, что было тоже так, в общем, плохо. Но плохо. Но вот они недовольны. Ну, если встретим, то… Да, да, это вот я вам передаю. Значит, а что люди спрашивают? Вопросы задают вообще ваши тренировки? Знаете, вот мы с Димой тут недавно тоже приобщились, к Перископу. И, наверное, на первом месте какой вопрос? Как относится… Да, как относятся в Америке к русским? Это, наверное, на первом месте вопрос. Второе – как вы попали или как вы получили визу? Вот так. Да, не сложно ли получить визу? И еще стоит ли оставаться в Америке? Входят слухи, что сейчас перестали визы давать. Вот я постоянно отвечаю, меня спрашивают, говорит, Михаил, правда ли, что сейчас вообще перестали, что есть какой-то закон, там, россиянам визу не давать или там еще что-то такое, вот визы не давать. Я никогда не слышал ничего такого, но вопросы задают. Насчет перестали, может быть, еще пока и не перестали, но то, что на более короткие сроки стали давать, это точно. Вот, например, раньше студенческую визу выдавали на три года, сейчас на один год только выдают. Но продлять на месте же можно ли? Нет, но нужно в России. Но виза – это же как пропуск в США, то есть ты показал ее при въезде, а дальше ты… У нас штамп стоит, что мы можем находиться там на период обучения. Вот, а период обучения – три года. Но нам придется все равно в Россию ехать, чтобы продлевать. Но если ты выезжаешь за пределы страны, то тебе нужно, чтобы въехать обратно, если ты не в течение вот этого года выехала, например, больше, чем через год после того, как ты получил визу, то тогда да, надо получить визу еще раз. Так, подождите, а вы можете выехать в Канаду? Нет. Погулять, как нет? А, в смысле, в Канаду просто погулять? Нет, нет, ну подождите, американскую визу же нельзя там в Москве получать, вы можете ее в Канаде получить. Ну, во-первых, в Канаду, по-моему, тоже россиянную визу нужно. Мы можем выехать тогда в Мексику, туда не нужна виза. Ну, нет, ну не знаю, в общем. Просто, да, проблема в том, что это такое полезное, что могут опять пригласить на интервью. Да, да, да. И поэтому, соответственно, тебе нужно присутствовать будет на этом интервью. Могут, конечно, и не пригласить, а просто продлить, но нужно ко всему быть готовым. Ну, знаете, как… Либо ты просто отправляешь свой паспорт и документы в посольство, и они тебе потом обратно возвращают. В общем, да. Ну, а вот чтобы нам получить визу, нам достаточно получить справку с места учебы, то есть из института, о том, что мы являемся студентами. Вот, и я думаю, что без проблем… Ну, мы надеемся, что проблем не будет. Но нет вокруг людей, которые вот говорят, а мне вот визу вдруг не дали. То есть не то, что какие-то есть случаи, что вот взяли и не дали. Нет, особенно туристически сейчас очень легко люди получают без проблем. Ну, насколько я знаю, вокруг меня знакомые говорят. Я думаю, что сейчас вообще в целом поток-то очень сильно замедлился, потому что желающих получить американскую визу, видимо, намного меньше. А мы наоборот читали, что он увеличился, да. Как ни парадоксально, да. Казалось бы, должно быть наоборот. Да, я на Bloomberg читал, что наоборот количество студенческих виз увеличилось чуть ли не в два раза с 2010 года. Вот, и туристических тоже. Ну, что же, значит, какие-то другие там процессы задействованы. Ладно, ребята, давайте мы, значит, переходим в режим записи. Вот, пусть нас теперь посмотрят, значит, на записи. Вы мне только знаете что, скиньте мне в скайпе ссылочку на ваш блог, чтобы у меня было. И когда мое видео там уже будет, вы ходите, отвечайте на вопросы, потому что я же не знаю, там вопросы задаются, как правило, я не очень знаю. Во-вторых, там часто спрашивают, а как найти там вот людей. Поэтому будешь там как-то вот, значит, не бросайте их. Обязательно. В этом процессе. Хорошо? Да, конечно. Ладно, я вам желаю успехов всяческих. И, может, вы у нас еще там где-нибудь выступите. Тем более студенты мои, это же мои же, студенты же мои. Вот, они там в МГИМО учились и у нас правильный процесс. Вот. Я думаю, что мы еще пересечемся. Ой, да даже не сомневайтесь. А мы, на самом деле, знаете, мы даже, когда в Калифорнию были в прошлом летом, мы заезжали в офис. Но, к сожалению, у вас праздники какие-то были. Да, это было 4 июля. Ну, мы хотя бы там рядышком. Это каникулы, это каникулы. У нас тут наезженная тропа, вот люди едут, они знают, значит, надо посетить кэмпус гугла, фейсбука и к нам. И всюду селфи вот на фоне вот этого вот. Это я сейчас дома нахожусь, на самом деле. Я купил еще одну такую штуку. На работе у меня каркас такой серьезный, а здесь у меня тряпочка такая висит. Я раньше думала, что это килограмма у вас. Что это килограмма? Ну, нет, это проще. Это проще. Просто такой большой баннер, который на рамочке висит. Я себе дома повесил. Ну, как раз для таких ситуаций. Ладно, давайте мы всем скажем, что надо сказать. Пока. И помашем им ручкой. Спасибо, что послушали нас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok